Юрий Дмитриев сказал, мне кажется, очень правильные слова. Память – питательная среда совести. Уважаемые граждане, заседание закончено. Не надо так. Позор! Позор! Я не хочу подвигать иллюзии и не хочу создавать ни у кого впечатление, что этот опрос более неопределенный, чем он неопределен на самом деле. Но давайте подождем развития совести. Здесь, на Арбате, в 1987 году в московском клубе «Перестройка» регулярно проходили дискуссии на разные темы – экология, право сохранения исторических зданий, памяти террория. Последнее привлекало особое внимание участников, которые позже выделились в отдельную группу. Они стали собираться все чаще, но разговоров вскоре стало недостаточно. Появилась мысль, что нужно что-то сделать, например, поставить памятник жертвам политических репрессий. Сначала они так и назвали себя – группу-памятник. Но после вопросов о принадлежности к сообществу память придумали другое название – мемориал. К 2021 году мемориал перерастет в международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное сообщество. А уже в ноябре этого же года Генеральная и Московская прокуратуры подадут иск о ликвидации международного мемориала и правозащитного центра. Сегодня мы разберем, почему на мемориал оказывается такое давление и как организация борется за право на свое существование. В конце осени 1987 активисты решили – нужен не просто памятник, а целый комплекс – музей, архив, библиотека и общественное пространство для диалога. Мемориальцы начали собирать подписи и передали их Верховный Совет СССР. Сделали, получили здание одно, получили здание второе, выставки, громадные архивы – все это да. Но вот идея для меня была добиться изменения общества и государства. Вот я всерьез говорю – добиться за счет сотрудничества, за счет того, что государство меняет себя тем, что оно признает необходимым создание вот этого национального центра уже культической репрессии. А общество в лице мемориала меняет себя тем, что оно принимает на себя ответственность. Государство признает необходимым и поручает мемориалу по его просьбе. Потом мемориал начал выходить на улицы, проводить первые митинги и акции. Постепенно вокруг инициативной группы собралось все больше людей. Увеличилось количество работы и появилась идея превратить неформальную сеть неравнодушных людей в официальную организацию. 30 октября 1990-го на Лубянской площади около здания КГБ был установлен Соловецкий камень – памятник жертвам политических репрессий. А в 1991 году был зарегистрирован межреспубликанский мемориал. С 1992-го он стал международным. В том же году был учрежден и правозащитный центр. Одним из основателей мемориала был академик Андрей Сахаров. Сегодня мемориал – это содружество десятка организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу. Организация – это люди. Организация мемориал – это, если говорить о международном мемориале, это весь мир. Если говорить о правозащитном центре, это огромная система. По крайней мере, в 50 регионах только представительства мемориала, которые занимаются по моей программе мигрантами. И все это мы делаем исключительно в соответствии с законом и добиваясь исполнения закона. 11 ноября Генеральная прокуратура подала иск в Верховный суд о ликвидации международного мемориала. А на следующий день, похоже, иск был подан Московской прокуратурой в Мосгорсуд с требованием ликвидировать правозащитный центр мемориал. Главным основанием для этого стало отсутствие маркировки в нескольких материалах международного мемориала о том, что они выпущены иностранным агентом. Ликвидация мемориала – соразмерное наказание за допущенные им нарушения. Это послужит защите прав и свобод других людей, в том числе право на достоверную информацию. Устойчивое пренебрежение законом препятствует общественному контролю за организацией. 23 ноября началось предварительное заседание в Мосгорсуде по делу правозащитного центра, которое впоследствии растянулось на три дня. Представители мемориала заявили ходатайство о том, чтобы рассмотрение дела открыли для публики и прессы. Но представители Минюста и прокуратуры возразили им, ссылаясь на антиковидные ограничения. А суд согласился с их позицией, поэтому десятки людей, пришедшие поддержать мемориал, ждали конца заседания на улице. Вскоре проводить часы на морозе станет традицией для тех, кто приходит к судам. Сами по себе иски с правовой точки зрения ничтожны. Все аргументы органов прокуратуры не соответствуют ни нормам закона, ни международным стандартам. Мы целый ряд дел вот сейчас просто продолжаем вести в разных регионах России, защищая права граждан в судах, в органах прокуратуры, в других органах власти. И также целый ряд дел сейчас находится на рассмотрении Европейского суда. Вот представим себе, нас ликвидируют. А что будет с теми гражданами, чьи права мы защищаем? Они окажутся без защиты. Это очень печально. 29 ноября адвокаты заявили ходатайство о допросе в суде экспертов Наталью Крюковой и Александра Тарасова. Адвокат Илья Новиков отметил, что они не обладают даже базовыми требованиями к квалификации авторов подобных справок. Ходатайство было отклонено. Но достаточно вот просто маленькая деталь. Значительная часть этой справки, буквально страницами, полторы-две страницы, просто списаны с сайта, знаете, где студенты публикуют курсовики? Типа студии ми, стадии студент-реферат.ру. Вот просто полностью, включая последовательность слов, которые там проведены для примера, это касается каких-то там лингвистических понятий. С вот какого-то одного из вот этих вот сайтов, которые, наверное, полезны студентам первого курса в частных вузах, может быть. Но вот на основании справки об исследовании, которая не соответствует никаким методикам, никаким выверенным, известным, верифицируемым методикам. И плюс еще содержит плагиат, но не просто диссертацию, а с сайта, где загружают студенту просто свои рефераты. 16 декабря прошло последнее, третье предварительное заседание по делу правозащитного центра. На нем судья приобщил к делу акт осмотра соцсетей мемориала, решение Тверского районного суда Москвы, штрафовавшего мемориал за немаркировку письма в МИД, и отчет правозащитного центра мемориал в Минюст за 2020-й. Мы понимали, что такой риск есть, и было очень понятно, когда два года назад нам выписали вот эти вот все массовые штрафы, за которые, собственно, нас сейчас и закрывают, да, которые мы выплатили, они были сделаны единомоментно. То есть пришли сразу же уведомления и к нам, и к Международному мемориалу, и было понятно, что даже чисто по закону об иностранных агентах это уже основание для ликвидации организации. Но тут, понимаете, никак нельзя к этому подготовиться. Можно было превентивно только самим закрыться и начинать создавать что-то другое, но это трата времени и ресурсов, которые все равно особо не спасет. На 23 декабря, ровно через месяц после начала процесса, Мосгорсуд наконец-то назначил мемориалу заседания по существу. Поддержать мемориал и выступить наблюдателями на процессе приехали представители девяти государств. Крылатым на этом заседании стало выражение прокурора о том, что мемориал может вредно влиять на детей и вызывать депрессивное состояние у граждан. Одновременно с заседаниями по делу правозащитного центра шел процесс в Верховном суде по делу Международного мемориала. 25 ноября там прошло предварительное слушание. В ответ на обоснование иска выступили Ян Рачинский и Елена Жемкова. Руководители организации обратили внимание суда на то, что к участию в политической деятельности мемориал был привлечен не раз государственными органами. 14 декабря ознаменовано сразу несколькими событиями. В 1989 году в этот день ушел из жизни Андрей Сахаров, основатель мемориала. В 19 веке произошло восстание декабристов, а сегодня в 2021 году проходит заседание по делу Международного мемориала в Верховном суде Российской Федерации. У здания с самого утра стоит очередь из людей, однако попасть внутрь удалось всего паре десятков человек. На этом заседании суд несколько часов исследовал 9 томов материалов дела, выписки со счетов иностранного финансирования, отчеты о деятельности, книги, публикации в СМИ, премии и награды. Один из самых эмоциональных моментов заседания случился, когда во время просмотра наград прокурор сломал одну из них, открывая коробку не в ту сторону. Но решения вынесено не было. Суд объявило перерывы до 28 декабря. Невозможно оставаться в стране, когда очень важное историко-просветительское общество пытаются ликвидировать. Мою семью тоже коснулись сталинские репрессии. И я давно знала о том, что такое мемориал, но так как я далека от истории, от всей деятельности, то я мало наблюдала за тем, что конкретно они делают. И когда все это началось, я подумала, что нужно попробовать, даже если ты не разбираешься в истории, прийти и предложить помощь. И я заполнила анкету волонтера. Вот, меня добавили в чатик, и теперь я помогаю, чем могу. На дворе 28 декабря. Но несмотря на предновогоднюю суету, у Верховного суда еще больше людей, чем на прошлых заседаниях. Прогнозируется, что именно сегодня, накануне новогодних праздников, суд должен принять окончательное решение. В этот день, помимо десятков поддерживающих к суду, пришли еще и представители организации провокаторов Национально-освободительного движения и Русского освободительного движения «СЕРП». Дружественная нам организация подала иск на мемориал прокуратуры. И сейчас разбирается дело о закрытии мемориала. Мы за то, чтобы эта организация была закрыта. Нам она не нравится. Поддержать прокуратуру. Да, и те структуры, которые иск подали в прокуратуру. А почему вы считаете, что мемориал должен возникнуть? Ну, потому что фашистские организации не должны существовать в России, которые поддерживают нацизм и реабилитируют нацизм. Я что, я работала один год, второй год, третий год, 10-30 лет я работала. Я не заработала. Почему же вы даже против государства? Почему я против государства? Потому что государство не знало мемориал. Ни в район. Неправильно она признала. Неправильно? Неправильно. У вас куда-нибудь идти? Есть прекрасная организация. Национальное сводительное движение, НОТ и СЕРП. Они отличаются тем, что НОТ это вот такие бабки и детки, которые типа происходят и всех бесят. И рассказывают людям, типа, что, ну, что мемориал фашисты. Ну, то есть абсолютно абсурдные вещи, без каких-либо доказательств. У них есть методичка, где прописано, что они говорите. Они это говорят. И у них есть даже смена. Они это признают, типа, что вот, там, мы до шести, мы, там, до восьми. Вот. А есть СЕРП. СЕРП это более отбитые чуваки. Там есть такой человек по имени, как его зовут, Гоша Терешенко, по-моему, как так. Такой огромный чувак, который сюда ходит в салатовой куртке. И они прям занимаются, то есть они обливали улицку зеленкой на вот мемориальских чтениях, сочинениях. Они закидывают яйцами, они срывают артокси, яйцами. Ну, то есть это такая, как бы, такие тетушки на самом деле. Кроме того, 28 декабря несколько человек попытались встать в пикеты у Верховного суда, но сразу были задержаны. А собравшихся у входа в суд журналистов и активистов, которые брали комментарии у адвокатов, полиция просила разойтись, чтобы не мешать проходу других граждан. Вы права знаете? Вот бы мне права ваши были. По каким правам вы работаете? По каких законам? Федеральный закон, Конституция. По результатам заседания, на котором Минюст заявлял, что мемориал намеренно не соблюдает требования законодательства, международный мемориал было принято ликвидировать. Позор! 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 Когда мы начали готовить этот материал, ходить на суды и общаться с сотрудниками, было заметно, что у всех хранится надежда на то, что мемориал получится отстоять. Сегодня, 29 декабря, прошло последнее заседание по иску Московской прокуратуры, на котором было понятно, что после вчерашнего решения Верховного суда чудо, скорее всего, не произойдет. Мемориал будет обжаловать решение судов, а если полная ликвидация станет неизбежной, искать другие законные пути существования. Ведь, как говорят сами сотрудники, государство может ликвидировать мемориал как организацию, но ему никогда не ликвидировать людей, которые этой организацией занимаются.